Депутаты областной думы шестого созыва впервые собрались новым составом на первом заседании. С приветственной речью к ним обратился глава региона Олег Ковалев. Губернатор отметил, что работы у парламентариев в современных экономических реалиях будет много. Решать вопросы, касающиеся не только сохранения экономического потенциала области, но и ее развития, нужно сообща и слаженно. Поздравляю вас с избранием в состав Рязанской областной думы шестого созыва. Вам поверили люди, поверили избиратели. Теперь вам предстоит много и активно работать, чтобы это доверие оправдать. 2016 год будет очень непростым и в экономическом плане непростым. К этому нужно быть готовыми и нужно сделать все, чтобы пройти этот трудный период без каких-то существенных потерь. Это возможно лишь забыв про разногласия, про межфракционную борьбу и объединив усилия. В состав областной думы шестого созыва вошли 36 депутатов. Из них 32 от партии «Единая Россия», двое от коммунистической партии и по одному из «Справедливой России» и ЛДПР. Сегодня парламентария открытым голосованием избрали председателя. Им стал Аркадий Фомин, имеющий опыт такой работы. Он возглавлял думу пятого созыва. Для меня это двойная ответственность и перед вами, моими коллегами, депутатами и перед избирателями, которые оказали нам доверие представлять их интересы в региональном парламенте. Депутатский корпус шестого созыва обновился чуть более чем наполовину. В целом в новом созыве представлено 4 политических партии, 4 фракции. Это парламентские партии. И, конечно, каждое объединение шло со своей программой, со своим представлением о решении тех или иных вопросов. Но я считаю, что мы должны вести со всеми необходимый диалог, искать компромиссы, вырабатывать решения. Также депутаты избрали первого зампреда облдумы. Им стал Александр Шевырев. Еще одним заместителем председателя избран Михаил Кривцов. Кроме того, на заседании были назначены руководители восьми комитетов и двух комиссий. Особое внимание депутаты уделили назначению члена Совета Федерации от Рязанской областной думы Николай Булаев, по мнению коллег, стал единственным и наиболее компетентным кандидатом на этот пост. Что касается меня в Совете Федерации, то я, естественно, благодарю вас сегодня, проголосовавших за мою кандидатуру. И абсолютно точно все, что есть у меня с точки зрения интеллектуального потенциала, физического, организационного, в какой-то степени административного, я буду использовать в интересах Рязанской области. И я уверен, что то взаимодействие, которое будет выстроено с депутатами Рязанской областной думы, вне зависимости от их политических пристрастий, оно будет направлено, в первую очередь, на реализацию интересов Рязани, Рязанской области. Также Николай Булаев сообщил о досрочном сложении полномочий в качестве депутата областной думы. Этот вопрос был внесен в основную повестку дня, и депутаты единогласно его поддержали. По окончанию заседания представители фракции, напомним, в облдуму прошли четыре партии, поделились с прессой планами и рассказали о приоритетах их работы. В планах Рязанской областной думы, в первую очередь, это подготовка и работа по бюджету 2016 года. Он, конечно, формируется не в простых экономических условиях. Мы переходим на однолетний бюджет. Безусловно, бюджет должен исполнять все взятые на себя обязательства государством и региональной властью. Наша партия и наша фракция в Рязанской областной думе всегда ставила вопрос о необходимости поддержки, законодательной поддержки, прежде всего, малого и среднего бизнеса, той наиболее мобильной части нашего общества, где концентрируется как раз экономическая активность, которая наиболее легко приспосабливается к тем или иным очень быстро меняющимся условиям в разных отраслях нашей экономики. Основная задача работы любого депутата – это работа во благо развития Рязанского края, работа во благо Рязанской области. Будем активно работать и я надеюсь, что достигнем определенных результатов. Что-то нужно делать в области в плане улучшения социально-экономического развития. Вы слышали выступление губернатора, он как сказал, что у нас сложные ситуации. Мы бы это обрисовали не просто сложные, а очень сложные ситуации. И решать ее, конечно, нужно быть и чиновником, вместе с депутатским корпусом. Остается только пожелать депутатам продуктивной и слаженной работы, чтобы со всеми задачами они справлялись легко и быстро.